Безопасность труда на предприятиях, к сожалению, не всегда является приоритетом для нерадивого работодателя. Как следствие, повышается вероятность получения различных травм работникам. Заместитель начальника отдела по трудовому законодательству в сфере строительства и при производстве строительных материалов Государственной инспекции труда Свердловской области Наталья Кубышкина рассказала о том, в каких случаях работник может обратиться в этот орган за тем, чтобы восстановить справедливость. Во-первых, у нас четко определено и трудовым кодексом, и положением об особенностях расследования. Работодатель это тоже знает. Работник, к сожалению, только по инструкции, оказании первой помощи, по инструкции водного инструктажа, ну и по своей инструкции по профессии может знать. Но если говорить по трудовому законодательству и положению об особенностях расследования, то у нас расследованию подлежат и те травмы, события, которые произошли в результате в рабочее время на территории по заданию работодателя и если работник состоит в трудовых отношениях, то есть выполняет свою трудовую деятельность. Если он получил травму, нанесенную другим лицом, укус животных, насекомых тоже попадает под данное положение, трудовой кодекс, воздействие от внешних факторов, при устранении аварий каких-либо, при разрушении зданий, там сооружений тоже работник мало ли выполняет какую-либо работу, ну и поражение электрическим током тоже попадает под трудовой кодекс. И если работник получил трудопотери более одного дня, то есть если травма без трудопотерь, учет такого несчастного случая не ведется, но расследуется, все равно должен фиксироваться работодателем, даже если без трудопотерь. Очень часто бывает ухудшение состояния здоровья, когда работник в рабочий день теряет сознание, падает, ему надо все равно оказать медицинскую помощь. То есть его доставляют в медицинское учреждение, там его осматривают, то есть он этот день отработал, будем так сказать, полностью. На следующий день он приходит совершенно здоровый, со справочкой, чтобы прошел осмотр, пришел на работу снова. По табеле у него стоит 8 часов, сколько он должен работать, столько у него и стоит за предыдущий и за этот день. Ну и справку должны прикреплять, то есть работодатель, да, факт был, событие было, зафиксировали, если какие-то обращения потом поступят, чтобы это все было как у работодателя, так и работник тоже дал объяснение свое. В непростых экономических условиях пенсионеры стараются найти подработку, однако далеко не всегда условия труда позволяют пожилым людям работать на определенных производствах. Наталья Кубышкина отметила, что среди пенсионеров много людей с ослабленным здоровьем, и этот факт необходимо учитывать как работодателю, так и самим пожилым людям. Перечень работ средными и опасными условиями труда, тут уже должен работодатель по перечню смотреть, какие допускаются, это, во-первых, у него тоже ведь, он недаром проходит предварительный медицинский осмотр или периодический, если есть противопоказания, обязательно тут мы уже исключаем, тем более пенсионный возраст, как правило, зачастую несчастные случаи у нас по общим заболеваниям, это сердечники тоже страдают, и случаи-то бывают, которые не связаны с производством, как это общее заболевание, и работники зачастую вот именно пенсионного возраста получают, вот эти события-то, которые не связаны, но молодые и женщины, и мужчины тоже страдают, к сожалению, хотя по прохождению периодического медицинского, так же, как и предварительного медицинского осмотра, противопоказаний никаких не было, то есть они годны. Другая категория населения, а именно подростки, также стараются заработать, и делать это не только в летнее время. Зачастую, не имея элементарных знаний о технике безопасности, они работают в том числе и на объектах, где риск несчастного случая особенно велик. Раньше очень часто вот эти нарушения выявлялись с подростками, в части именно без согласия родителей до 18 лет, где лица привлекались. Работники даже работали, это в основном касается тоже и строительной организации, подсобных работников, разнорабочих набирают, да, также и в киоске оптовая розничная торговля тоже привлекается. Просто правильно им надо заработать дополнительно, они договариваются с работодателем или с предпринимателем, и тот их устраивает. И они работают и до 12 часов, допустим, с 10 до 12 и более, хотя у нас определено четко рабочее время для подростков. Да, тут нарушения у нас выявляются тоже. Но сейчас, в последнее время, в общем-то, как-то работодатель, видимо, побаивается уже принимать на работу лиц моложе 18 лет, потому что сталкивались изначально, судебные процессы были, и мы наказывали тоже. В наших следующих сюжетах специалисты Государственной инспекции труда Свердловской области продолжат рассказывать о том, как грамотно и законно защитить свои трудовые права, а также о том, в каких случаях необходимо обращаться в инспекцию, когда они уже нарушаются.